Сотрудников столичного комитета земельных и имущественных отношений проверяют на детекторе УЖИ. Испытания прошли уже более 80 человек. Работу комитета обсуждали сегодня на совещании в мэрии. Это ведомство побило в этом году финансовый рекорд. Собрали почти 3 миллиарда рублей. Продажа и сдача в аренду недвижимости очень выгодна для Казани. Бюджет получил 2 миллиарда 600 миллионов дохода. Еще более 300 миллионов перечислено в республиканскую казну. Это рекордная сумма и не окончательная. До конца года столица получит еще 100 миллионов. Однако земля и здания могут принести еще больше доходов. Просто о них никто не знает. И они стоят бесхозные. Благодаря казанцам во время акции «Народная инвентаризация» удалось обнаружить почти 600 заброшенных объектов. У 166 хозяев найти не удалось. А раз ни за кем не числится, станет городским. Сначала мы признаем объект бесхозным, ставим его на учет. Потом его ждем в соответствии с установленным законным сроком. И уже после этого принимаем муниципальную собственность. Поэтому, я думаю, здесь проблем не будет. И, кроме того, те вопросы, которые возникнут у каких-либо собственников, они будут решены в судебном порядке. Как только эти участки станут муниципальными, сразу на них начнут строить жилье, пообещал мэр социальную ипотеку, арендное и для переселенцев из аварийного жилья. Однако есть и такие, кто украл землю у города. Эти участки изымают, а мошенникам грозит наказание. А чтобы в учете было больше порядка, разработали единую систему учета муниципальной собственности. Благодаря ей все финансовые сделки будут проходить быстрее. А в самом земельном комитете, чтобы избежать коррупционных рисков, сотрудников будут проверять на детекторе лжи. В первую очередь я должен внимательно познакомиться с каждым сотрудником. Я думаю, что через полиграф это тоже достаточно оптимальная процедура. Но не хочу сказать, что для меня это основной вывод. Я смотрю на каждого сотрудника, как он ведет себя в работе. То есть проверка на полиграфе – это всего лишь профилактические меры, которые позволяют дисциплинировать сотрудника. И в ряде случаев при принятии определенного решения по какому-то сотруднику – это определенный дополнительный фактор. Второе важное направление – обеспечение участками многодетных. Их каждый месяц становится на 100 больше. В этом году выбор сделали почти 1700 семей, каждая вторая. Остальные отказались от предложенных вариантов, либо вообще не пришли на комиссию. Альбина Батышна, Ленар Хавибуллин, Вести, Татарстан.